Твое тепло Ну ладно, это не так важно, важно то, что чуть-чуть потеплело, а то дочами уже было до минус 6-7, все ждали, ждали, когда будем отправлять посылки, народ нервничает, народ звонит, мотает железовым Татьяне и Сергею Нервы Потому что вдруг рано выпал снег в нескольких областях, и люди решили, что зима пришла Я могу успокоить, когда эти посылки придут, в Европе еще будет и по Южной Сибири, а это есть адресаты Еще будет нормально, еще они успеют быть посажены и войдут в зиму нормальными Так, ну что, раз, два, три, четыре, пять, пять человек, я иду искать Что-то, это надо за день, день фактически все это отправить Так, милая дама, как вас зовут? Меня любят Очень приятно Так, ну я вижу, что вы со сливами возитесь Ну-ка, как корневая система Нормально Так, маньчжурские орехи, которые Сергей сейчас выкапал, Сергей Железов И буквально прокинал, больше два года растить не будем, говорит он Выкопать почти невозможно Посмотрите, какие у них корневая мощная Здесь однолетки, здесь двухлетки Ну, полюбовались Пойдем дальше Так Абриколсы вижу Так Здравствуйте Здравствуйте Да Ну что Процесс идет, а я мешаюсь только тут Значит, давайте сюда немножко технологии Я смотрю, корни отличные Конечно, сохранить их невозможно Посылки не отправишь вместе с горшками с землей Вот, я сейчас хочу посмотреть, как Андрей будет для вас паковать Ну, для начала, вот так они выглядят Вот Это фаина Это вторая фаина Так, академик Великолепно И, наконец, смотрим пятнышки Ага, вот они Это место, где расположена корневая шейка Про корневую шейку надо будет нам еще поговорить отдельно Но уже, наверное, в другом кино Так Так, ты сейчас будешь упаковывать корни, да? А я посмотрю, как ты их пакуешь А, для начала Подгоняешь под эту Под Под эту Под Большую, большую Очень большую Посылку Это Не те Вшеви, не те Посылочки В которые влазит Такая немочь Что я думаю, господи Как они только решаются отправлять Так я Ну, наперед знаю, что Покупатели понятия не имеют Что такое настоящий сад Вот Так Ну, давай Сейчас ты их Что сделаешь Мокрую тряпочку Когда-то я учил Эту молодежь Мокрую тряпочку Вот так Заготовка Мокрых тряпочек Нездорово Все отлажено Несколько лет Набивали Что называется И улучшали мою технологию Я использовал стандартные Посылочные ящики Они, кстати, очень дорогие И Еще К тому же К тому же Они Небольшие Вот Так Ну, в общем, в принципе, понятно Сейчас он все это завернет Тряпку Поверх тряпки будет Вот тот полиэтиленовый пакет И упаковка готова Что тут еще можно увидеть Пойдем по кругу Так, что делает Сергей Валерьевич Чего-то выкопал Ага, сливу, да? Вот 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 Ну что, корни нормальные Полностью не сбережешь Ну, что есть, то есть Посылка Требует Чтобы Была Кроме Кроме Того, что Искалечены Корни Вы сейчас Вынуждены Калечить Крону Пойдем дальше Ага Вы уже Завернули Полиэтилен И Можно Упаковать Ящик Так Хотел взять Интервью У Татьяны Александровны Надо так сказать Неформальный Руководитель Все этой работы Это ее головная боль Все организовать Вот Сергей Один из лучших Садоводов России Работает Корновщиком Так И сложилось Так Нам Садоводы Лучше в России России не нужны Вот Иначе бы сейчас Сергей Он же Опытнейший Он Молодой человек Но С другой стороны Стар Что у него с 10 лет Мой лучший ученик Вот А А Так как Он Еще и агроном На стране Не нужен Но Теперь Давно бы с руками Оторвали Прямо с руками Вот Заковали бы Наручники Послали за ним Спецназ Вдруг бы он отказался И привезли бы его В Темиреевскую академию Сказали работай Вот тебе целый отдел Вот И так далее Ну Чего нет Того нет Так Татьяна Александровна Я у вас интервью Хочу взять Я сейчас быстренько Дособираю Иначе я запутаюсь Вот у вас все Такие противные Все куда-то гоните И обязательно Да Так Тогда я вот что сделаю Наверное я просто Пройдусь по саду И пока все А то у меня батарейки садятся Батарейки? Да еще когда холодно А не быстро Вот Вот Так Абрикосы лист сбросил Привитый Давайте разбираться Какие они разные Королевские А почему сбросил? Потому что это Родина у него Франция Вот А этот И не думаю сбрасывать У него И мыслей нет И сейчас Я вам Прикол Смотрите Так Королевский Почему так Получилось? А сейчас Я вам объясню Мои любимые Приколы Потому что Меня Не понимают И понять не хотят Когда от меня Требуют Чтобы Если этот Королевский Был Видите они Два раза Был королевским И ничем другим Я говорю Нет Невозможно Это гибрид Это И Впоследствии Многоразового Сенцевого Пересаживания Еще в науке Вот А потом Многоразового Моего Перепрививки 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 И Получился Еще Вегетативный Гибрид Свойства Расплылись Так Что Если Один Успел Вносить Листья Второй Еще не собирается Это Теперь Совершенно Два Разное Дерево Вот Одна из Секретов Пока У меня Еще Работают Батарейки Наверное На этом я закончу Еще раз посмотрим Полюбуемся На Величину Посылок Я говорю Еще раз Не эти Вшивенькие Длиной Локоть А Вот Так Что Здесь Кстати Написано Посмотрю Пока Еще Батарейка Учакин В И Апорт Короли Квинти Жигулевская Ну Что сказать Прекрасно Коллекция Будет Вот Это Все Короли Моем Саду Вот Посмотрели Да Посмотрим Памятка Для покупателей Саженцев С открытой Корневой системы Питомника Железовых Осенняя Пересылка После Получения Посылки Саженца Поставить Воду И так далее Смотрите Сюда Видите Вот данные Сергея Вот данные Татьяны Обращайтесь к Татьяне Она Заведует Именно Приемкой Заказов Вот И Пожалуйста Может быть Вы даже Потом остановите Запись этого фильма И Посмотрите Что здесь написано Вам это пригодится Вот Еще раз Сверху вниз И Я надеюсь Про Питомник Что Я хотел Я вам рассказал Вот Ну Интервью Долго раз Уже Как У Звезды Родоводческой Аликсандровны Вот Сейчас Я На вас Не положу И Пропрощаюсь С вами Все Еще Рассмотрим На Эту Самую Как Надо Садить Садить Все Так Ну Что Татьяна Александра Я обещал Найкину Снял Как мог Все Спасибо Порошей Людям Ручкой Татьяна Вы Я